Привет, дорогие друзья! Вот и добрался я до 5000 подписчиков. Спасибо вам огромное, что подписываете, смотрите, поддерживаете. Огромный благодарность всем зрителям, всем, так сказать, фанам, людям, которые вот смотрят и ждут новых видосов. Спасибо вам огромное! Признаться, я планировал 5К набрать где-то в конце декабря, но, увы, не получилось. Очень мало работы над каналом, люди немножечко подписывались. Но, как бы, я не расстраиваюсь, ничего страшного. То есть, я-то, по сути, из Ютуба не мой основной заработок. А Ютуб это так, чисто для души. Просто мне это в кайф делать, видосы, сидеть, монтировать. Вот, кстати, монтировать я почему-то люблю. Но, к сожалению, вот видите, с интернетом пока у меня траблы. Очень-очень фиговый интернет. И по поводу стримов, как бы, я решил все-таки, пока игры не стримить. Потому что, во-первых, проседает не фпс, как это, ну, пинг, да, вырастает. Потому что трафик забивается и такая задержка в игре. И плюс, не очень хорошая картинка будет. И поэтому я решил не расстраивать ваши глаза, нервы. Потому что, ну, ужасная будет картинка такая расплывчатая. Пока решил повременить. Да и вот, честно говоря, ну, как-то, я считаю, неприкольно выложить какой-то ролик по игре. Просто выложить и все. Вот, я люблю музычку еще добавить. Такое под настроение что-то. Вот это прикольно, конечно. Потому что люди пишут, что, ну, как бы, записал стрим и выложил. Ну, это как-то неприкольно. На мой взгляд, мне это кажется. Я люблю вот обработать видосик. Что-то там лишнее убрать, что-то там подкорректировать. И опять же, музычку наложить прикольную. И даже когда монтировал ролики по сплаву на байдарках, тоже там... То есть я на ролик уходил на несколько часов монтажа. Потому что я, допустим, музыку набирал. Вот музыка нарастает. И чтобы на видюхе там тоже, как-нибудь, волна врезалась в борт байдарки. Вот, чтобы это совпадало. Вот, то есть настроение видео совпадает с настроением музыки. Это очень такая грамотная фишка. Такой, можно даже сказать, совет от меня, вот, начинающим. Ну, обычно, как это бывает, появляются люди. Я их называю обиженные. Такие, знаете, пролактиновые юнцы с женским типом мышления. Ну, в простонародье это называется хейтеры. Ну, хейтеры — такое слово, знаете, как будто какая-то у них такая организация серьезная. На самом деле, это просто обиженные вот эти люди. Потому что зависть, обида — это все женские штучки. Даже вот когда я работал продавцом и, ну, так вот, скажем уже, как некая веду деятельность в интернете, и стал замечать, что вот все-таки люди в большинстве своем такие вот существа, ну, как бы, ну, можно сказать, такие подлые, низменные такие существа. И вот интернет, он, дело в том, что позволяет безнаказанно, вот, ну, как бы, писать всякую шляпу. Видите, человек, когда попадает в такую вот ситуацию, когда ему ничего, по сути, это не будет, вот он проявляет всю свою сущность природы, всю свою вот эту гниль. И это очень такой грамотный фильтр отсеивает людей. Если вот человек, вот, по природе вот такой вот, то есть, как бы, дать ему свободу немножко в этом плане, и вот он, как бы, брижет своей вот этой испражнениями, то, ну, лучше чувака этого забанить, вообще игнорить, лучше даже не связываться, пожизненно забанить в ЧС, там, не знаю, и не тратить свои нервы, как бы, не опускаться, да, вот, вот этого пёсего уровня. По одиночке-то они вроде нормальные, но когда вот собирается их стая, да, вот этот стадный овечьий инстинкт, то они уже начинают, да, уже проявляют, опять же, свою вот эту блеочь. Так что, если вы замечаете в себе, то поскорей, как бы, устраняйте это в себе, вот этот вот негатив весь. Ну, также вы уже заметили, что появляются спортивные рубрики, потому что всё-таки я нашёл такой выход, как вот сделать такой некий симбиоз между компьютерными играми, в частности, вселенной Warcraft, и занятия в тренажёрном зале. И я вот, опять же, сделал ролик, как орки, как источник мотивации, это такая, ну, скажем, наверное, первая такая вводная лекция вот на эту тему. Я думаю, планирую ещё вот такие вот мысли свои высказывать, чтобы больше развить эту тему, потому что они всё-таки не все допёрли, что я хотел донести. Всё-таки игры, конечно, это прикольно, но на одних играх особо, ну, скажем, сыт не будешь, поэтому в будущем я, естественно, буду разбавлять всякими лайф-блогами, всякими, вот, опять же, мыслями на камеру, какие-то рассуждения, темы интересные разбирать. То есть канал, он, как бы, не будет базироваться, ну, скажем, на одном Warcraft. Warcraft — это, ну, как бы, база, это такой источник вдохновения, колодец такой мотивации, от которой уже исходят, вот, ну, скажем, вся, все мои идеи. Опять же, я, наверное, в группе выложу ролик. Я нашёл русифицированный ролик на вырезанную сцену вот из фильма Warcraft, там, где громадский крик говорит фразу «Зачем быть сильным, когда можно быть сильнейше?» Вот я, наверное, прикреплю этот ролик в группе своей, вот вместе с этой видюхой. Вот это тоже часть такой вот этой философии. То есть философия Орды, вот философия вот такого пути свободы, да, пути вот, ну, скажем, самосовершенства. Такой необычный путь, и, наверное, блин, я не встречал вот таких людей, которые реально берут компьютерный мир как базу вот и проектируют, ну, на жизненный путь свой. Это, конечно, забавно. Ну, а сейчас на дворе лето, начинается жара, думаю какие-то организовать поездочки. Это все будет, естественно, сниматься какие-нибудь прикольные, креативные. И следующая остановка – 10 тысяч подписчиков. Уже такая дорога будет, уже надо немножко будет попотеть, поработать, конечно, 5 тысяч. Это, я считаю, хорошая сумма, хорошее такое число. И, блин, десятка, конечно, буду стараться дальше расти, развиваться, конечно. Потому что идей-то много, но времени, вот, к сожалению, мало. Но, опять же, я нашел выход, в принципе, нормальный график такой у меня. А еще раз повторяю, работы два через два, и получается два выходных. В эти два выходных я нахожу время сходить в тренажерку съездить. И, ну, записать какой-то видосик. Монтировать я уже могу, придя с работы. Или, там, на ночь постоять на закачку. То есть, ну, проблем вообще сейчас, по сути-то, никаких нет. Единственное, вот сейчас сезон, вот всякие дачи, надо будет съездить там. Ну, там что-то помочь вот это, но это фигня все. Так что, друзья, еще раз выражаю огромную благодарность всем зрителям, всем подписчикам. Спасибо вам огромное. Оставайтесь с нами. С вами был Женек. Берегите себя, развивайтесь, самосовершенствуйте. И еще увидимся. До новых встреч, друзья.